Ребята, здравствуйте, мои дорогие! Я перед началом этого замечательного видео хочу пригласить вас поучаствовать в ПГ-марафоне под моим видением. Ребята, более подробно узнать о том, что такое ПГ-марафон, вы можете перейдя по ссылке «Кажется» в этом углу. Ребятушки, как отправить заявку, вы сможете узнать, раскликнув в описании под этим видео. А мы возвращаемся обратно к сильнейшему видео о сахаре. Вперед! Страшная тайна, ребята! Оказывается, если перестать есть сахар, ты сможешь делать вот так. Вижу уже комментарии, ребята пишут, «А я могу точно так же бежать, если я обожрусь пончиков и булочек перед тренировкой». Я, безусловно, согласен, ребята. Бежать в угол 15 градусов со скоростью 20 км в час, дорожка просто быстрее не раскручивается, можно, обдолбавшись не только сахара, но еще, например, можно обдолбаться кокаином и тоже бежать. В этом видео я хочу поделиться с вами не страшилками о том, что вот, нужно обязательно отказаться от всех источников сахара, иначе вы строго-настрого умрете прям завтра. Нет, я думаю, это уже миллион раз делалось до меня. В этом видео я хочу поделиться с вами тремя лично моими собственными ощущениями, когда я отказался от сахара из, скажем так, десертов, из булок, из всяких вафель, из вот этой вот истории. Я по-прежнему готовлю и могу использовать сахар. На этом канале я делился рецептами, например, запеканки, в которую входит небольшое количество тростникового, нерафинированного сахара, и на порцию в 4 дня на всю семью у меня аж 4 ложки ее туда помещается. Либо же фрукты, например, я кушаю, и я вас призываю, ребята, по принципам палеодиеты, фрукты у нас проходят, и овощи проходят, и прекрасно углеводы из натуральных источников, из фруктозы мы употребляем. Во-первых, мои дорогие, по моим ощущениям, опять же, у всех они могут быть разные, я считаю, что полностью исключать углеводы из своего, так сказать, рациона и диеты, это абсолютно бессмысленно. Во-первых, ну, опять же, по моим ощущениям, полная безуглеводка у меня лично вызывает суицидальные наклонности. Я считаю, что углеводы должны приходить в организм в достаточном количестве. Я не говорю, что сейчас их должно быть просто там 200-300 грамм каждый день. Я употребляю, ребята, 50, 60, 70, 80, а то есть 100 грамм из природно-целостных источников, содержащих углеводы, фруктозу. Мы сейчас с вами не говорим о том, что я призываю вас, ребята, кушать сахар ложками. Я говорю, если вы кушаете продукты, которые содержат сахар в его природном состоянии, это нормально. Низка углеводка, вообще полная безуглеводка, вот это ненормально. Опять же, на мой взгляд. Первое, самое крутое ощущение, которое ты начинаешь чувствовать в момент, когда ты такой «Все, завтра бросаю есть сахар». Это чувство жертвенности, это чувство того, что ты что-то отдаешь, такое близкое, такое родное, такое прям согревающее твою душу, то, что в конце дня тебя ждет и прям улыбается тебе. Это же вафли с медом, это же мои печенья. Боже, я собираюсь этим всем пожертвовать. Какая жертва, какая все-таки, я же герой, вы поняли, я же герой, я же от лучшего друга отказываюсь, и мы больше никогда не увидимся. Вот это ощущение стресса, это ощущение жертвенности, это ощущение того, что ты откажешься от того, что близко и родно твоему сердцу. Это, ребята, психологическая зависимость от сладкого. Мое второе заключение, опять же, о моем личном состоянии, ребята, когда я исключил из своей диеты, подчеркиваю, не углеводы из апельсинов, бананов или яблок, или из батата или картофеля, нет, не эти углеводы. Когда я исключил вот эти, опять же, мои вафли, печеньки и прочие разные вот эту нечисть, торты, медовики, вы же помните вся эта история еще из старых влогов. Когда, ребята, я исключил вот эти супербыстрые полуфабрикатные сахара и углеводы, точка, так сказать, психологической устойчивости конкретно сдвинулась. Стрессоустойчивость просто невероятно спрогрессировала. Для того, чтобы сорвать меня на нервы, на психи, на вот это вот все, когда ты начинаешь нервничать, ну, нужно очень постараться. Поэтому мое второе, ребята, заключение, это то, что ваша стрессоустойчивость, ваша отзывчивость на внешние раздражители становится просто пуленепробиваемой. Поэтому, ребята, еще одна, так сказать, добавочка в сторону отказа от полуфабрикатных углеводов, это, ребята, стрессоустойчивость. А какие два самых главных эволюционно заложенных инструмента в наш организм, ребята? Это выжить. А что значит выжить? Это не умереть зимой от голода в пещере и размножиться. Это, ребята, две самые базовые истории, которые и подкрепляют зависимость психологическую, физиологическую от сахара, которую мы каждый раз провоцируем, когда даем ему возможность почувствовать. Мы каждый раз, когда едим сладкое, мы даем ему возможность ощутить, что такое легкие калории. И поэтому я призываю вас, ребята, первый отрыв будет самый тяжелый, первый отрыв будет самым стрессовым, первый отрыв будет заставлять вас чувствовать себя жертвой. Вы будете чувствовать себя просто великомучеником. Поэтому я вас заклинаю, если вы твердо решили, что вы хотите отказаться от этой херни в вашей диете, старайтесь первые несколько дней просто вот так закрытыми глазами. Отказ, вы несчастный, вы чувствуете себя угнетенным, но мы вот так вслепую фигачим, потому что, ребята, будет легче тогда, когда организм пройдет инсулинорезистентность. О том, что такое инсулинорезистентность, я вас, ребята, призываю нажимать или где-то по углам где-то будет потом ссылочка. Очень важное видео, которое даст вам взгляд научный, даст вам взгляд медицинский, с точки зрения физиологии, что происходит в нашем организме, когда он зависим от этих легких углеводов. А обязательно смотрите видео, кажется, в этом углу, ребята, будет ссылка. Это очень важно для вашего понимания своего же тела, что происходит и чему вы пытаетесь его обучить, и почему все-таки так хреново. Люди сейчас, ребята, вот здесь вот в офисном комплексе работают, поэтому на полтона ниже, чтобы я сейчас тут не рассказывал, значит, в сердцах, как всегда. Ребята, это, собственно, ручная, созданная нами самими ловушка, где мы завязаны на закрытом цикле работы на углеводах и на калориях из нашего ЖКТ. То есть есть у тебя в желудке, ты, собственно, чувствуешь себя хорошо. Закончились у тебя калории, ну, собственно, все, начинаются нервы, психи и заканчивается энергия. И вот это главный принцип инсулинорезистентности. И мое третье, ребята, заключение относительно моего, опять же, состояния, при исключении полуфабрикатных быстрых сахаров и всяких разных десертов, это драматическое улучшение скоростно-силовых показателей. Пиковая сила спрогрессировала, дистанция максимальная, на которую я могу бежать, тоже увеличилась. Скорость моя также спрогрессировала. И самое интересное, то что время для восстановления после любой спортивной нагрузки требуется теперь меньше. А вы знаете, мои двое замечательных любимых деток, хоть они и милые, и прекрасные, хочется их целовать постоянно, они при этом не сильно дают много спать. Поэтому, будучи отцом двоих детей, ребята, могу вас заверить, что со сном, со сном у нас большие проблемы. И вставая 5, 6, 7, 8, а то и 10 раз за ночь, я, ну, не очень хорошо, можно сказать, сплю, но при этом высыпаюсь и восстанавливаюсь. Поэтому, ребята, еще один, так сказать, бонус в сторону исключения вот этой нечисти из быстрых полуфабрикатных источников сахара, это восстановление и все скоростно-силовые показатели. Ребята, в любом случае, спасибо вам огромное за то, что вы даже раздумываете о том, чтобы начать бороться и работать над собой и улучшать свою диету, и работать над своим долголетием. Спасибо вам большое, ребята. Я уверен, что мы с вами вместе добьемся прекрасных результатов, и не только в том разрезе, где мы откажемся от сладкого, но и будем держать эту дисциплину и будем чувствовать себя прекрасно вместе, закрепленное в годах, ребята. Я вам всем желаю прекрасного, замечательного дня. Я побежал к моим деткам, чего и вам желаю, друзья. Проводите время со своими близкими, друзьями, семьей, и никогда не теряйте время зря, ребята. Время – это самый ценный ресурс. Я вас обнимаю, ребята, и мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Пока!